Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс. У микрофона Михаил Мелехов. Мы находимся в городе Чикаго. Сегодня у нас среда, насколько я помню. Ну и у нас на связи Россия и человек-торолог, человек современности, можно сказать, руководитель русской школы Таро Сергей Савченко. Мы не встречались какое-то время по разным причинам, но за это время какие-то очень серьезные события произошли, наверное, в мире. Ну и вот я специально пригласил тут гостей в студии. Мы их не видим, гостей, но они зато видят нас и слышат нас и по ходу нашей беседы будут задавать вопросы. Вопросы также можно задавать всем по телефону 847-226-9956 с www.sungatesradio.com и на этой сайте можно задавать вопросы и на Facebook. Программы наши записываются, записываются в видеоформате на YouTube, поэтому их можно будет потом прослушать и, так сказать, проверить все то, что говорит нам торолог современности Сергей Савченко. Ну и первый вопрос, Сергей. Ну я уже скучал по вам, думал, что там как. Был в далекой командировке на планете Нибиру, общался с рептилоидами, они раскрывали мне новые тайны Таро, так что теперь я во всеоружии. Да, ну для тех, кто не знает, Таро это, в общем-то, не просто гадание на каких-то там картах, это, в общем-то, международное, межпланетное такое средство информации и это такой определенный, вот как Акаша определенный слой, откуда люди, некоторые люди, которые в этом разбираются, они берут такую информацию. Но, Сергей, скажите, вот за то время, то что мы с вами не общались, месяц, у вас какие-то новые проекты появились, я знаю, и вы сейчас находитесь в проекте? Ну, у меня есть текучка, вот я готовлю сейчас курс «Второе отношение», и на следующую субботу, воскресенье он уже будет, я сейчас лихорадочно дописываю, доделываю, навожу, что называется, марафет на этот курс. Большой, да, ну, в общем-то, работа, ничего такого, у меня, у меня очень бедная, рутина, ну, как рутина, мне интересно этим заниматься, я готовлю новый курс, я готовлю большой курс «Поторо», огромный такой, я бы сказал, обучающий курс «Поторо», я, наконец, сформулировал, как он должен быть, вот, систему упражнений к нему разрабатываю, мне кажется, это даже важнее просто, чем рассказать о значении карты, дать набор упражнений, систему упражнений, чтобы человек мог заполнить, понять, изучить, почувствовать карты, научиться с этим делом работать. Ну, вот, собственно, над этим я и работаю. Я понял, ну, мы с вами договаривались о том, что я буду подобным кроликом, я помню до того, как, так сказать, до перерыва, я буду подобным кроликом, на мне будет проверяться, как американский образ мышления, скажем, мы все-таки русскоговорящие, приехали все с бывшего Советского Союза, что-то изменилось или не изменилось? Доступно ли на нашем континенте восприятие вот такой науки, я бы даже сказал так, как «Поторо». Сергей, у меня к вам вопрос другой. Вы говорите, у вас в проекте есть «Поторо» и отношения. Отношения между людьми, отношения между полами, отношения вообще? Отношения между… Ну, вот, у меня есть система. То есть, я каждую карту рассматриваю по четырем позициям. Первая позиция – это открытая карта или закрытая. То есть, хочет человек общаться или не хочет он общаться. То есть, я открытый человек, я хочу общаться. Причина не важна. Я ищу женщину себе. Я ищу человека, с которым я могу обсуждать какие-то… Нет, не обязательно. Друга. То есть, здесь уже нет пола. Я ищу человека, над которым я буду доминировать. Я ищу человека, которого я хочу обмануть. В любом случае, я заинтересован той или иной форме общения. Или мне никто не нужен. У меня болит зуб. Мне ни до кого не делал. Я на всех плевал вообще большой слюной. Или у меня какие-то проблемы. Или еще там по каким-то причинам. Я ненавижу всех людей. Я хочу закрыться в пещерку. То есть, открытая и закрытая карта. Это первый момент. Второй момент – это интенсивность отношений. У меня однажды девушка спрашивает. Вот ты со мной живешь. Можешь я мне объяснить, почему или не можешь? Я говорю, легко я тебе объясню, почему я с тобой живу. Я до этого жил с другой девушкой. Она выносила мне разум из моей головы раз в две недели. Это слишком интенсивно для меня. Вот. То есть, интенсивность отношений – это сколько раз в неделю или в день выносится мозг? Да, да, да. В это имеется ввиду, да? Некоторая интенсивность воспринимает как-то по-другому, сколько раз, в общем-то, за там… Да, за ночь. Да. Это как напряжение. То есть, вот какое у нас напряжение? Насколько оно высоко? То есть, 220 – наш прибор работает. А если у нас не 220 сети, а меньше, там, 100 – он просто работать не будет. Ему не хватает этого дела. А если мы 380, тогда дадим? А он просто взгорит, и все. Вот я узнаю эту интенсивность отношений, и для меня понятно – я готов участвовать в этих отношениях с такой интенсивностью или нет? Вот я спокойный человек, и моя девушка спокойный человек, мы выносим друг другу мозг раз в два месяца. Спокойно так? Спокойно. Это нормально. То есть, к этому моменту, к следующему, ты уже успеваешь забыть. Если бы она это делаю раз в полгода, то ей можно было бы присвоить звание ангела просто. Это ангел. Раз в год – это, я даже не знаю, какие люди живут. Ну вот. То есть, я готов к таким отношениям, с такой интенсивностью. Или нет, я не готов. Есть же люди, которым это скучно так жить. Есть люди, которые хотят, чтобы было две, чтобы было какое-то там постоянно друду ощипать, кусать, подкалывать всякие. То есть, да, я готов к этим отношениям. Да, мне такая интенсивность устраивает, я чувствую, что в этом есть жизнь и так далее. И наоборот, я чувствую, что в жизни у меня нет. Третий момент – это эмоциональное состояние человека. Вот здесь уже это не только отношения как таковые, но это эмоциональное состояние внутри меня. То есть, как я это переживаю. Я радуюсь, я огорчаюсь, я плачу, я горюю, я напряжён, я сосредоточен, я отстранён, я ещё как-нибудь. И вот с этой точки зрения мы рассматриваем карту. И последнее – это сценарии. Я выделил четыре сценария – это любовные отношения, родственные отношения, семейные отношения, имеется в виду муж-жена и рабочие отношения. Согласитесь, что то, что прекрасно в семейных отношениях, очень плохо может быть для работы. То, что чудесно в любовных отношениях, совсем не так хорошо может быть в родственных отношениях. То есть, везде есть нюансы. И вот мы рассматриваем, как эта карта проверяет себя во всех этих четырёх сценариях. Какие сценарии она предлагает, как это будет развиваться. И вот каждую карту я расписываю подобным образом. И потом мы с учениками будем это всё обсуждать. А позже я разработаю систему упражнений к этому курсу. И они будут там учиться, сдавать зачёты, делать расклады. Это очень интересно. Но, вы знаете, вот пока вы всё это рассказывали, у меня возник такой вопрос. Дело в том, что где-то примерно около двух месяцев назад я приехал из одной заморской страны и как-то так сразу и резко заболел. И вот с перерывами я то болею, то как-то, ну, восстанавливаюсь и так далее. В основном болею. Мне сказали, мне сказали, ну, знакомых много, сами понимаете, тут общаюсь по миру, о том, что было во мне какое-то внедрение. Ну, не знаю, как вы, мы этот вопрос, по-моему, не обсуждали. Нет, мы с вами об этом не обсуждали. Не знаю, есть кто-то верит в эти внедрения, есть кто-то не верит в эти внедрения. Вот у меня к вам такой простой вопрос. Вы же отвечаете, да или нет. Один сценарий. Я болею, поскольку я приехал из заморской страны, где всегда тепло. Значит, я делаю это так. Первый момент. Это физиология. Ну, то есть, сел в бациллу там какую-нибудь, отравился, что-то подцепил, все. Это физиологически, чисто физиологически. Второй – это эзотерические проблемы. У нас нет какого-то нормального, хорошего термина, поэтому я использую такой кариал. Эзотерические. Здесь может быть что угодно. Подселение, шмотселение, что хочешь, может быть. И третье – непонятное. То есть, мы не понимаем, что там происходит и откуда оно берется. И вот мы раскладываем карты на три кучки. Отлично. На ком еще проэкспериментировать, кроме как на самом себе. А то другим не понравится, кто-то не хочет. Кто-то стесняется. Кто-то стесняется, да. Так. Это у нас физиология, эзотерика и непонятки. Так. Что у нас выпадает? Значит, физиология. У нас выпала карта «Мир», карта «Иерофант» и карта «Колесо Фортуны». Так. Вот такие три карты у нас выпали. Сейчас мы подумаем. Значит, на эзотерические проблемы, ну, в том числе подселение, у нас выпадает «Шут», «Отшельник» и «Жрица». Хорошо. И на эзотерику, на эзотерику, на непонятки у нас выпадает «Луна», «Смерть» и «Ой», «Правосудие». Так. Серьезно. Непонятка. Что у нас есть? Значит, посмотрите, мы раскладываем физиологию. У нас выпадают три хорошие карты. «Иерофант», «Мир» и «Колесо Фортуны». «Колесо Фортуны» – поездка, да. То есть, что-то в этой поездке было неладно. Но чисто физиологический аспект, я думаю, что мы можем исключить. Потому что у нас исключительно хорошие карты на него лежат. Хорошо. На эзотерическую проблему. Меня сразу напрягает «Жрица», потому что «Жрица» сама по себе указывает на эзотерические разного рода проблемы. То есть, какая-то дама. Не обязательно дама. То есть, сам факт эзотерической проблемы. Это может быть подселение, это может быть вы пришли куда-то не туда. У меня был однажды случай настолько для меня получительный. Какой-нибудь девушка ко мне говорит, вот у меня там то, что не ладится. Я раскладываю. Ну, вот порча. То есть, по-другому даже не скажешь. Порча. Я говорю, а ты никому дорогу не перешла. А ты там не то, а ты не сего. Нет, нет, нет. А я смотрю по картам, все подтверждается. Я говорю, а рядом с тобой никто магией не занимается. Да, у меня в соседней квартире живет маг. Я говорю, ну так он делает магию, а ты получаешь откаты. То есть, как вот ты находишься, как будто в зараженной местности. Вот вы пришли куда-нибудь, как пример, да. И там кто-то что-то делал. А вы раз, и просто на вас эта тень упала, и вот такой след получился. Значит, и в непонятках. У нас лежит 13, смерть, у нас лежит правосудие и луна. Луна сожрится, у нас прекрасная получается комбинация. Значит, ваша проблема не чисто физиологическая. То есть, я бы сказал, что эзотерический аспект в этой проблеме присутствует и присутствует заметно. То есть, да. Ну, вот так мне, в общем-то, и сказали. Видите, и те люди, которые, конечно, в такие вещи не верят, они теперь могут засомневаться. Физиология. Действительно, как-то, вы знаете, ну, абсолютно никаких не было проблем. И действительно, карты, я хотел сказать, потом думаю, куда мне лезть, когда вот специалист сидит. Действительно, хорошие карты. То есть, понятно, что тут вряд ли что-то может быть по этому поводу. Вот. Ну, теперь будем разбираться. Но это будут дополнительные вопросы. Не хочу уже о себе родном. Вот у нас сидят здесь в качестве гостей два человека. Ну, и вот просит слово один человек. Сейчас я включу микрофон. Наташа, здрасте, во-первых. Здравствуйте. Да. Вот вопрос. У меня такие, собственно говоря, два вопроса. Первый, вот вы простите мое невежество. Для тех людей, которые не очень разбираются во всем этом и не в теме, чем все-таки отличаются карты Таро от простых карт, на которых очень многие гадают, но я, на самом деле, не люблю это слово предсказывать. Типа пасьянцы, да? Да, предсказывают. Это первое. Их больше. Это первый вопрос. И второй вопрос. Это не ответ. Да, я поняла. Вы можете вот на картах Таро только как бы угадывать, например, прошлое, предсказывать будущее, или вы можете что-то изменить вот в судьбе человека? Значит, у нас есть две разных работы, которые мы можем делать с помощью одного и того же инструмента, с помощью карты Таро. У нас есть гадание, и мы узнаем, получаем информацию, да, о прошлом, будущем, настоящем, о себе, о других людях. Это не важно вообще, просто в принципе. И у нас есть магия, то есть с помощью карты Таро я могу повлиять на некую там реальность, что-то изменить, улучшить, ухудшить там в силу своего разумения. Это просто две разные работы. Человек может знать магию и не уметь гадать, может уметь гадать и не знать магию. В моем случае я умею делать и то, и то. А как тогда все-таки повлиять? Как изменить что-то в судьбе, в жизни человека, вот в обстоятельства? Что мы хотим изменить? Ну, я не знаю, у кого-то проблемы, например, в семейной жизни. Он приходит и говорит, у меня проблема в семейной жизни. Я говорю, какая у тебя проблема? Он начинает мне рассказывать. Я говорю, давай сделаем магию, чтобы у меня все было хорошо. Я говорю, ну давай, ну давай, прежде чем мы будем делать магию, давай мы с тобой посмотрим, нужно ли ее делать, это раз. Получим ли с помощью магии мы тот результат, на который ты рассчитываешь в то время, за которое тебе он нужен. Ну, как пример, да, я хочу поехать там отдыхать. Вот если я до июля это делаю, все, меня все устраивает. Если я делаю в августе, меня уже это не устраивает. Ну, неважно по каким причинам. Я делаю магию и человек едет в июле, в июне даже, все, он счастлив. Я делаю магию или смотрю, можно это сделать или нет. Я говорю, нет, только в августе. Но ведь тогда можно даже не делать, потому что мне это не нужно. И самое главное, в большинстве ситуаций его проблемы решаются без магии. Потому что его проблемы отношений, это проблемы его головы или его сердца, или между его партнером, с которым он не может договориться и понять друг друга и так далее. Но если мы решаем, что да, мы можем это сделать, да, это нужно сделать, и да, у нас не будет никаких дурных, неожиданных, неприятных и прочих всех последствий, мы тогда это делаем. Как это делать? Это технический вопрос. Потому что есть много разных способов, как это делать. И, ну, вот самый простой, я вам сейчас покажу, самый элементарный способ. Он внешне самый простой, а на самом деле он не такой простой, как могло бы показаться. То есть он энергетически затратный. Вот у нас, там, человек делает расклад, у него упадают карты, у него упадает, пусть так, у него будет три карты, у него упадает луна, у него упадает смерть, у него упадает дьявол. Это плохой расклад. То есть он о чем-то нас спросил, вот как у меня там будет то-сё, вот у тебя будет вот так. Он говорит, давайте что-то сделаем. Хорошо, давайте. Мы берем и мы меняем, ну, например, карту дьявол, мы меняем на карту иерофанта. Первый этап. Потом мы поменяли карту смерть, поменяли, давайте поменяем на императрицу. Уже у нас расклад получше. Мы могли бы на этом остановиться, но нет, мы сделаем свою работу хорошо. Мы берем карту мир, да, и вот у нас получилась императрица, иерофант, и этот самый мир. Внешне выглядит как полная ерунда. Что здесь не видно, что не может быть показано с помощью камеры? Нету той энергии, которую я сюда вкладываю. То есть я тут делаю свои колдунские колдунства, говорю фуши-фуши, посылаю энергетические потоки туда и так далее. И вот это изменение здесь, оно отражается в изменениях на тонком плане. И оно приводит к тому, что у человека его ситуация начинает меняться. Естественно, я описал самый простой, самый примитивный способ, который только может быть есть более тонкие, более хитрые. То есть есть разные способы, как можно менять ситуацию с помощью карты. Ну да, это можно делать. Просто это как отдельное основание. То есть другими словами, это же можно вернуть мужа, который ушел от кого-то или жены? Теоретически. Можно, да? Теоретически это можно сделать. Второй вопрос. Я навсегда запомнил эту историю, я еще даже не занимался тогда гаданием, мне мой товарищ рассказал. Очень поучительная история. Значит, молодой парень, деревня. Молодой парень вернулся из армии, завидный жених. Красивый, умный, богатый, из богатой обеспеченной семьи. И девушка, которая была первой шалавой в этой деревне, сделала приворот. Ездила по всей области, искала бабку, которая это сделала. Нашла, сделала. Парень пришел из армии. Я не знаю, вы в курсе, как советская армия, как это все было, и как парни вели себя, когда они возвращались. Он женится на ней через месяц. Через месяц. То есть, не нагулялся, не подурковал, ничего. Все, он женился на ней. Примерно через полгода. Причем у него ситуация такая, что он даже не может выйти за ворота, если он идет не на работу. Если он хочет пойти к своим родителям, он уходит, у него начинаются головные боли, с ним случаются разные неприятности. То он штаны прорвет, то его собаку укусит, то еще там что-то. То есть, он сидит дома. Примерно через полгода он начинает пить. Пить водку. А напившись, он эту девушку избивает смертным боем. И не уходит от нее. Потому что приворот. Она кидается к бабке, чтобы бабка сделала отворот. А бабка померла. Некому делать. Все остальные не берутся. Все остальные говорят, извини. Вы знаете, это мне напомнило фильм Маргоша, когда там тоже сделали... Я не помню его такой. Ну, был многосерейный фильм, довольно любопытный. Там сделали преворот, превратили его в ее, а потом это умерла. И все. Да, и чего теперь делать? Вот то, что вы сейчас рассказываете. У меня были такие ситуации. А как же все это разрешилось? Я не знаю, как это разрешилось. А вы не знаете? Потому что я знаю просто вот до суда, куда я вам рассказал. Значит, у меня была ситуация, когда ко мне приходит дама и говорит, вот любовница сделала, значит, такой приворот, чтобы муж ушел к ней. Можете что-то сделать? Решил, вы хотите? Я говорю, хочу, чтобы он вернулся. Говорит, давайте сделаем так. Я сниму с него этот приворот, но возвращение его к вам будет зависеть от вас, как вы с ним будете. То есть, я поставлю вас в равном условии с любовницей, то есть, восстановлю статус-кво. А вы уже сами будете там решать, кому он, в конце концов, достанется. Или он там будет сам решать. То есть, дело в том, что когда у человека приворот, он же неадекватный. Он не может разумно соображать. Но смешнее происходит, когда вы делаете приворот, любовница делает приворот, вы делаете отворот, любовница делает еще один проворот, вы делаете еще один проворот. И человек просто оказывается в дурдоме. У него такой вот в голове, он просто ему не слегка в дурдоме. Вот я ее сделал Она говорит, вы мне только снимите Я его там уже удержу Я снял, она удержала Все счастливы А как вы узнаете, что был совершен этот приворот? Откуда жена знает и так далее? Как? Если человек меняется, человек находит Другую женщину, влюбляется И так далее, это значит, что это приворот? У нас есть карты Нет, это не значит, что это приворот У нас есть карты, мы задаем вопрос Мы раскладываем карты, если там есть приворот Он будет виден Если это некие искренние чувства То будет видно, что никаких приворотов нет И тогда я, естественно, браться за это не буду Все понятно Лень, вот у тебя был вопрос другого совершенно плана Здравствуйте, Леонид Добрый вечер У меня действительно вопрос совершенно другого плана Мне Михаил разрешил Кто будет президент? У вас вопрос Сейчас в мире происходит три главных события Это Сирия, это Украина И это выборы в Соединенных Штатах Я не говорю о влиянии Я говорю только о предсказании Что вы можете предсказать? Ну, хотя бы по одному из этих вопросов Сирия, Украина, выборы Вопрос Я ничего не могу предсказать Нет вопроса, нет предсказания Кто победит Кто победит на выборах в Соединенных Штатах? Кто победит? Когда закончится война в Сирии? Никогда Никогда, окей Значит, никто не победит Значит, никто не победит Ну, значит, никто не победит Тот тогда победит Ну, это не победит Давайте мы будем выбирать Значит, из чего-то Потому что ответить, кто победит Трудно сказать Вот есть кандидат номер один Кандидат номер два Кандидат номер три Победит какой из кандидатов? Один, два, три Даже не называя пол Не называя имен Можно так, наверное, сделать такое Нет, так не получится Три кандидата, которые более популярны, допустим Среди народа Выберите сами Ну, давайте предположим, что в финал выходит Назовите их В финал выходит Трамп и Хиллари Кто победит? А если они не выходят? А если они не выходят? Да Ну, так если Подождите, кто у нас предсказатель? Не-не-не, так нет такого вопроса Они могут не выйти в финал оба Если они выйдут в финал А, окей, давайте зададим вопрос Кто выиграет у демократов? А сейчас у нас там всего два кандидата Чтобы проще было Вот Кто выиграет там? Не называя никого мужчина или женщина Окей Так назовите для себя кандидат номер один Кандидат номер два Не надо сказать, а мужчина или женщина А, мужчина или женщина Хорошо То есть дяденька или тетенька? Это вопрос, да Дяденька или тетенька? Император или империатрица? Там по картам И Иерафант Или жрица А у вас выборы выигрывают? Не назначают победителя? Нет, у нас выигрывают Потому что по первому раскладу Ощущение было, что его назначат Так Все затаяли Дыхание Сейчас решается судьба Можно сказать Целы Сирии и Украины Точно И вершитель судьбы Сидит прямо перед нами Я не вершитель Я не вершитель Если бы я был вершителем То Я бы, наверное, сидел бы не здесь и не так Ну Сергей У вас все еще впереди? В вашем определении Мне не нравится одно слово Сидит Ну Не стоит же Да Находится Я сделал три расклада Значит Все три расклада Абсолютно неопределенные Кроме последнего Но последнего я не верю Потому что я мог уже на него повлиять В первых двух раскладах Карты женщины Были более предпочтительны В третьем Как будто Все Как будто ситуация поменялась И все И у мужчины все хорошо Поэтому я сделал еще один расклад И постараюсь сейчас Отлечься Очень интересно А потом у меня будет А главное В общем правдоподобно Вот я и говорю Что у меня такое ощущение Что Те силы Которые это определяют Я не знаю Кто это Люди Бои Что кто-нибудь Что вот ситуация Она находится в неравновесии Она не установилась так Чтобы можно было сказать Что вот так или нет Я как-то гадал парню Которого в это время Адвокат Торговался с прокурором За то, что Сколько дать денег Чтобы его посадили Или не посадили И взять денег И не дать денег Вот я ему сейчас погадаю Говорю Все, ты сидишь Через час задаю Он говорит Нет, ты не сидишь Через час снова гадаю Ты сидишь Я не понимаю Как тебе это сказать А он мне потом сказал Он все записал на бумажку И в том числе время Говорит Вот как раз так и было Как ты говорил Так оно и происходило В этом торге С адвоката С прокурором То есть ситуация не определенная Но сейчас мы попробуем Так, нет Минуточку Так Сергей пошел за другой колодой Это серьезный вопрос Да Видишь Это очень действительно серьезно У меня будет дополнительный вопрос Кстати По этому поводу Свою Любимую Старенькую колоду Видите Уже тут все стерлось То есть я только Тут Да Тут не видно уже ничего Действительно Честно говоря Там по возрасту тоже уже все стерлось Там это где? Среди двух кандидатов А насколько Трамп ланше Младше Хиллари Он младше? Я так думаю Трамп Дорни? Мы говорим о демократах Мы говорим о Дорни И Хиллари У тетеньки шансы Выше Выше Я не скажу Что она 100% победит Ее шансы выше Сергей У меня к вам Такой дополнительный Можно сказать вопрос Потому что Вот как-то все Достаточно Действительно Неопределенно Есть мнение О том Что буквально Под самый конец Как чертик из табакерки Выскочит Кто-то еще Который сегодня Который сегодня Вообще Никто и близко Не рассматривается Так вот вопрос На который тоже Легко ответить Выскочит ли кто-нибудь Новый Кандидат Или нет Сейчас посмотрим Да Это действительно интересно Обещают Обещают Поэтому Поэтому Вот эти Непонятки Неясны Это очень Возможно Это очень Возможно Это вы Чисто логически Нет 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 Вы уже сделали Расклад И у нас Есть карта Мак Карта Мак Это Молодой Условно Молодой Человек Вот она Вот он Вполне Может так Сыграть Молодой Человек Ну Относительно Относительно Молодой Если там Все стерлось Тут еще Не все Стерлось У этого Человека Молодого Молодой Человек Это Слышишь Энергичный Да Сколько Было Клинтоном Молодым Который Был Молодой Человек Когда Он Стал Президентом Сорок Сколько Сорок Восемь Не помню Ну Полтинник Да Помню Нет Нет Меньше Нужно Ага Ну Понятно Хорошо Дорогие Дорогие друзья Еще вопросы Есть Наташа У тебя По-моему Был вопрос Знакомая Твоя Там Какая-то Одна из Многочисленных Знакомых Там Какие-то Проблемы Вот скажи Решаться Это Может Зазадить Такой вопрос Я не знаю Что нужно Вот ему Сергею знать Об этой Он же не знает Не психологического Портрета Как раз И не надо Если мне что-то Будет непонятно Я задавал вам Утощающий вопрос Женщина Сорока Сорока Трех лет С тремя детьми Сейчас осталась Муж ее Разошлась Мужем Будем говорить Так Светит ли Что-то Вот В этом году В этом Ну В этом Да В 16 Светит Солнышко Год только начался Год только начался Нет Я имела ввиду Встретится ли на ее жизненном пути Человек Или вернется Тот 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 Прошлый Значит давайте мы уточним О чем идет речь О финансовом положении О эмоциональных отношениях О любовных отношениях О семейных отношениях Семейных То есть Да Семейные отношения Но финансовые тоже Как бы Задеты Немножко Да Между ними Так что это все вместе Нет Это не может быть все вместе Я его засудил Все денежки мои Он сидит в тюрьме Он мне вообще не нужен После этого Он ко мне вернулся Но он все деньги успел пропить То есть Если вернуться То он вернулся Но в одних трусах Нет Не до такой степени Нет Вот куда вы знаете Я хорошо Я поняла Но я хорошо знаю Эту семью Вот И кстати говоря Вот Ну давайте пока о семейных Вот потому Как вы рассказываете У меня сегодня Сложилось впечатление Что да Был сделан приворот на него Потому что он да Стал абсолютно Неадекватным человеком Да Вот смотрите У нас дьявол Башня Суд Императрица И маг Остановление семейной жизни Крайне сомнительно С этим человеком Крайне сомнительно Мы смотрите Мы сейчас сделали Вот Первое Вот Это знаете Вот как я иду И бросил там Вывеска какая-то Там Табуретки Я вообще не понимаю Что это значит Что там их ремонтируют Что там их делают Что там их продают Я не знаю Что там Просто я вижу слово Табуретки Подхожу ближе Оказывается Это табуретки и сыны Это просто Маленькими буковками Я не увидел Это первый взгляд На проблему То есть Мы не проникли туда Внутрь Мы не разобрали Почему В чем причина Там и так далее И так далее Это вот просто Первый взгляд на проблему Крайне сомнительно А как она может Вот лично с вами Ну я поговорю об этом С Мишей Конечно Как она сможет Связаться с вами Это Это вне эфира Сегодня Вне эфира А вы знаете Вы первый человек Который Я просто знаю Она ходила Много раз Консультировалась И не только в Чикаго А еще и в других городах Вы первый человек Который Вот Отдали такой Такой ответ Отрицательный Поскольку Все говорили ей Да у тебя впереди Ты с ним сойдешься Он вернется Ваша семейная жизнь Наладится И так далее Я буду только рад Если так произойдет То есть Это те ситуации Когда Приятнее ошибиться Чем Сказать правильно Ну во первых Надо сказать Что Сергей Действительно первый человек Поэтому тут Нету Никаких мнений Не может быть Потому что Во первых Он живет На другом континенте Не знает Этих людей И соответственно Это более Беспространственная Так скажем Оценка Это правда Я согласна Хорошо Ну Сергей Чем Закончится Эпидемия В Бразилии Опа А там эпидемия И состоятся ли Олимпийские игры В Бразилии Там комары Комары Вот Чуть ли не в Бразилию У нас уже пару человек Из Бразилии К нам приехало В центр Сен-Гейт Вот Поэтому Я в субботу Слышал Зико Зико Да Комары Они А Слушайте Так Самое смешное У меня же Дочка была В Аргентине Она там Заразилась Кошмар Так Не могли Вы Так сказать О нам Я не спрашивал Ага Вот так А вот у меня У меня такой вопрос Коль вы заговорили Так подождите Давайте Давайте Попорядку Потому что Я потом уже забуду О чем О чем Карты хорошие Я не знаю На что я смотрел Но карты хорошие Да Ну в смысле Такое может быть Если пять вопросов Подряд А то вот у нас Не Победят Победят Усилие Напряжение Заборят У нас через полчаса Будет программа Наталья Где вы кстати Будете ведущей Этой программы Потому что у нас С нашего центра Два раза в году Рита Так сказать Хозяйка этого центра Она возит людей В Бразилию К Джан Офгат Ну поскольку Люди Как-то все Вот Бразилия Бразилия Эпидемия Эпидемия Да совсем не там Эпидемия Во-первых Места определенные Какие-то есть Но тем не менее Вот речь идет о Бразилии Наташа Я хотела спросить Скажите Сергей Вы себе Помогаете Когда-нибудь Как-то влияете На вашу жизнь На ваше здоровье Да Редко А почему Если вы можете Помочь другим Почему вы не можете Помочь себе Я не сказал Что я не могу помочь Когда я только Начинал учиться Гадать на ТРУ Я беседовал С человеком Из Чехии Которого зовут Богомил Верн Он очень много сделал Для популяризации ТРУ В Чехии Такой интересный человек Алхимией занимается Просто интересный человек Он мне говорит Я говорит Когда гадаю Мне карты не нужны Я так вижу Я не поверил Я запомнил это Но я не поверил И не до конца понял Что он сказал Вот я сейчас это понимаю Вы мне начинаете рассказывать Какую-то историю А я вижу ее в картах Я раскладываю И я это же самое Вижу в картах То есть я когда сталкиваюсь С какой-то своей проблемой Я уже этих проблем Выслушал 2 миллиона Просто Я как-то посчитал У меня Ну сейчас-то уже чуть больше У меня было около 15 тысяч Сеансов гадания То есть просто То есть просто Выслушать такое количество историй Если я не полный дурак Уже у тебя какой-то опыт возникнет Я вижу эти проблемы Я понимаю Что со мной происходит Почему это происходит Откуда это все взялось И так далее И все И когда я это понимаю Мне не нужно гадать Вот когда я не понимаю Тогда да Тогда я беру карты И раскладываю Сергей, скажите Вот у меня возник такой вопрос Того как вы все это рассказывали Ну вот смотрите Вы редко гадаете для себя самого Скажите К вам приходят люди Которые хотят научиться гадать На картах Таро Ну полагаю так Что вы им задаете вопрос А для чего тебе это надо И в общем-то у каждого Есть свои мотивации Но не все же приходят туда Чтобы стать Тарологами И кому-то гадать И за это получать Допустим материальное вознаграждение Но кто-то приходит туда Для того чтобы научиться И помочь самому себе И вот тут наступает момент С моей точки зрения Не объективности какой-то Как мне кажется Почему? Потому что Если я сам научился Я теоретически знаю Ну гадать кому-то Это все равно мне Я взял Разложил Интерпретирую карты Эти все И даю оценку Так как в общем-то Я ее понимаю Эту оценку И что произойдет Хорошо-плохо Моральное удовлетворение Мы получаем Что это Если действительно Это так Но как-то нас Это не очень задевает Это же не мы Сами А вот другой вопрос Если мы гадаем Сами себе И вот тогда Мы зависим От того Как мы гадаем Не получится ли То что мы Каким-то образом Будем Влиять на выбор Этих карт Я понял Значит Во-первых Я учу Как гадать самому себе Там есть особые техники Особое состояние Ну то есть Грубо говоря Вы должны Превратиться в жрицу А жрица Абсолютно все равно Что с вами произойдет Я гадаю себе Как будто я гадаю Чужому человеку Просто Вы профессионал Это вы понимаете Я учу этому Я учу как это сделать Как этого добиться Как пойти в это состояние Это раз Во-вторых Есть люди Действительно Которые прямо говорят Что мы не хотим Гадать другим Мы хотим гадать Только себе Вот простейшая ситуация Есть мама У мамы есть сын Сын Балбез Он периодически Попадает в разного рода Халепы То есть Он устраивает Какие-то Ну то есть С ним что-то происходит Она волнуется За него Да То есть Жив Мертвый Там Все хорошо Все плохо Пьяный Не пьяный Я ее научил Она раскладывает карты Она видит ответ Она видит Что он у девушки Все Она не переживает Она не обзванивает Морги Она не Там Или там Другая ситуация Мой товарищ Я его научил Он рассказывает Ребенок заболел Нужно бежать в больницу Или нет Серьезно Или можно там Домашними лекарствами Обойтись И все Он это видит На всякий случай Он перепроверяет у меня То есть У нас уже много лет Он отдает Все у него совпадает Тем не менее На всякий случай Он перепроверяет Нет Все в порядке Или нет Это серьезно И все Он бежит в больницу И решает эту проблему Хорошо Скажите Сергей Ну вот Допустим Действительно Такой вопрос Стоит такой вопрос А именно Человек заболел Болезнь достаточно серьезная И Ну понятно Медики Предлагают Решение Этого вопроса По своему То есть То ли это операция То ли это какие-то процедуры Достаточно серьезные процедуры Мы понимаем О чем идет речь Действительно серьезные какие-то А есть Альтернативные методы лечения Есть Допустим Ну не знаю Сыроедение Есть вот тот же самый Джанов Гат Который Мы едут В духовный госпиталь И там никого не режут А тем не менее Люди каким-то образом выздоравливают Можно ли дать Какую-то такую Объективную оценку Или можно ли И ответить на вопрос Какой именно способ Выбрать Для лечения Можно 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 У меня просто есть Несколько грустных историй Когда я гадал человеку И говорил ему Что ему Лучше делать вот это Не важно что там Идти на операцию Или А как вы можете сказать Лучше У нас есть конечная цель Я хочу выздоровать Я хочу снять это напряжение Я хочу избавиться от болезни Какой метод будет более эффективным Хирургическое вмешательство Или пилюли пить Перечисляются эти методы Из чего Я не могу за него решить Он мне говорит Вот врачи мне говорят об этом Я говорю об этом Или там дяденька мне говорит Что надо Травку там с Тибета Привез мне Вот что мне поможет Я раскладываю Травка с Тибета Не поможет А он мне не верит А он не верит И в августе Мы гадаем А в марте Хороним Понятно Это очень грустно Всегда Да Это серьезный момент Но Получается как Тогда Человек Имеет возможность Спросить Допустим у вас Или какого-то другого человека Который Примерно то же самое делает И Не получится ли наоборот Ну Опять же Все предопределено Мы же это знаем И тот вариант И другой вариант Мой конкретный случай У меня была очень тяжелая Аллергия На цветение пыльцы Амброзии И все остальное прочее Я с этим долго И нудно боролся Никак оно мне не помогало Ни официально Ни официальная медицина Ну вот все В конце концов Я просто уехал Из этого района В другом районе Мне лучше Но тоже не сильно хорошо Я нахожу тетеньку Которая делает Какую-то бодягу Из травы И По слухам По отзыву Она очень сильно помогает Стоит это удовольствие Очень и очень недешево Я раскладываю карты У меня идеальная карта Не вопрос Я нахожу эти деньги Я покупаю это лечение Я прохожу три цикла У меня нет проблем Все Если бы у меня выпали Не идеальные карты А выпала бы полная чехня Какая-нибудь Естественно Я бы просто Не пошел бы тут Хорошо У меня есть К вам тогда Конкретный вопрос У меня есть Очень хороший Приятель И этот приятель Выяснилось Он заболел Болезнь Очень тяжелая И Он избрал Свою методику Лечения Три варианта Давайте Рассмотрим Первый вариант Традиционное Лечение С помощью Современной Медицины Второй Если не секрет А что у него? У него Ликемия Первый вариант Традиционное Лечение Второй вариант Ну скажем так Нетрадиционный Метод Включая Сыроедение Там есть Определенные Понятно Причины Которые Не то есть Вам это не важно А третий вариант Поездка Ну опять же Вот Чан в гад Поскольку Ну как Как бы Такой ситуации Я всегда Выкладываю Четвертый вариант И то О чем мы Не подумали Логично Существует Сюда И Вариант Не предусмотренный Да Так Первый вариант У нас Шут Маг И солнце Очень неплохо Традиционный Традиционный Очень неплохо Второй вариант Император Дьявол И умеренность Умеренность Это долгая карта Император Это мощная карта Дьявол Это рискованная карта То есть Это может сработать Это хороший метод Но ему может Не хватить времени Так Джангат Это Правосудие Этот самый Как его Иерофант И звезда Это очень хороший метод Это даже Лучше Может быть Но они очень близки Первый и третий метод Первый и третий способ Очень хороши И что-то еще Это смерть Это отшельник И это жрец Да Есть какие-то другие методы Но не такие хорошие Как первый или третий То есть реально Надо выбирать Между первым и третьим методом Либо их комбинировать Либо выбирать Один из них Я понял Ну а вопрос Всего два варианта Кто победит? Понятно Из двух Кто победит То есть опять же Наиболее эффективный метод Для него Да А о комбинировании Не идет речь? Да нет Речь не идет Даже и о первом И о третьем К сожалению Почему? Ну потому что Человек так себе решил А это да Не вопрос Зачем угадаем? Ну всякое бывает Может быть Человек изменит свое мнение В первом варианте Отшельник и иерофан солнца Во втором Повешены башня и колесница Уместно ли спросить Если у него деньги на эту поездку? Возможно нет Возможно нет Это ответ У него нет денег на поездку Поэтому третье Нету для него Не годится Не существует просто Я понял Хорошо Спасибо Первый хороший Первый хороший Хорошо Леонид Есть у вас какой-то Вопрос К Сергею Наталья нас Временно покинула У меня вопрос В продолжении Это Это серьезно Ну речь давайте пойдет Об Украине Состоится ли там Смена правительства? В ближайшие? В ближайшие три месяца Я не буду на это смотреть Вы не забудьте Где находится Сергей Нет В этом даже дело Что Он находится в России Какая Даже не важно В России В Украине В Белоруссии Я был бы там На Тринидад Это Бага Это не важно Вы о чем говорите? О смене принципиального курса Или о смене трех ублюдков? Мягко Ну я думаю Что там их больше Но не в этом дело Дело наверное в том Что принципиальный курс Так никак не меняется Да Будет ли там Один ублюдок Или второй ублюдок Не меняется Ровным счетом Ничего Говорить о смене правительства Ну это бессмысленное мероприятие Но был козлов станет Москву Все Вся разница Я полагаю так Что Сергею Такой вопрос задавали Множество раз И он на него Изузнает ответ Я прожил на Украине Просто Много лет я там прожил Я настолько хорошо понимаю Что там происходит Что даже я не хочу об этом говорить Там ничего не поменяет Там только хуже будет Это мое Не карта Мое особое Личное мнение Понятно Ну а не политический вопрос У вас есть Леонид? Или у вас только Все вопросы политические? Вы меня так настроили Что я должен был Задавать эти вопросы Я на личный Я вас не настраивал Ну не знаю Вот допустим Куда пойдет учиться Ваша внучка Допустим Задайте такой вопрос Тоже интересно Кстати Во-первых Ей еще рано идти Учиться Ну Что одно Что второе У меня нет Такого вопроса Это они сами Пусть выбирают Ага Вопрос может быть другой Действительно Мы говорили О В этом вирусе Зика Да И говорили Вот О его влиянии В частности На политику Например На те же Олимпийские игры В Рио-де-Жанейро Повлияет ли Этот вирус Все-таки На проведение Этого большого мероприятия Или нет Думаю Думаю Что нет Думаю Что нет Влюбленная Отшельник Колесница Императрица И Колесо Фортуны Думаю Что матч Состоится При любой погоде Окей Насчет матча Который состоится При любой погоде Через Где-то два часа Начнется матч Между Динамо Киев И Манчестер Я не буду на это Гадать А то А то еще Воспользуются Люди Поставят Тотализаторы Деньги Там проиграет Или выиграет Это неправильно будет Ну Давайте Мы наверное На этом остановимся После долгого Перерыва У нас Программа В общем то Уже длится Почти 50 минут И у нас Буквально через 10 минут Начинается Следующая программа В которой Мы будем беседовать Как раз таки О Бразилии О духовном госпитале Джановгат Если у Сергея Есть желание Послушать Хотя время уже позднее Уже почти 12 часов Насколько я понимаю У вас Ночи Еще надо поработать Немножко Еще надо поработать Да Узнать Что завтра делать Я понимаю Что вы на ночь На сон грядущий Раскладываете И весь день Сразу Как на ладони Виден Как и что Как он пройдет Ну тогда Вы послушайте Если будет возможность В записи Хорошо Сергей Еще раз Огромное спасибо Как всегда Было Очень здорово И интересно Спасибо вам В ближайшем будущем Эта программа У нас появится На ютюбе На фейсбук И все Желающие Ознакомиться с ней И задать вопрос Сергея Можете это сделать Для этого вам надо Всего лишь нам написать Ну или даже позвонить Дорогие друзья На этом Центр Сангейтс Этот конкретный Сегмент Программы Свою работу Заканчивает Прощается с вами Ну и через 10 минут Мы встретимся с вами Уже в совершенно Другой программе Сергей Большое вам спасибо Спокойной ночи И до новых встреч Всего доброго До свидания